Как разорить и уничтожить любое государство без войны? Первое. Необходимо обложить всех граждан максимальным количеством налогов и штрафов. Налоговое законодательство должно быть максимально запутанным и занимать несколько томов. Второе. Необходимо лишить граждан права выдвигать законы, менять конституцию и проводить референдумы по любым вопросам. Третье. Необходимо полностью исключить возможность для граждан поднимать вопрос об отстранении депутатов парламента, Совета Федерации, правительства и президента от власти. Четвертое. Граждане обязаны бояться своего правительства, обязаны бояться своих органов власти, обязаны бояться своей полиции, налоговой инспекции, должны бояться судей, прокуратуры, судебных приставов и друг друга. Пятое. Необходимо лишить граждан свободного времени путем изматывания их на работе. Пятое. Шестое. Работа для граждан должна быть обязательно нелюбимой и низкооплачиваемой. Седьмое. Покупка своего жилья для большинства граждан должна быть абсолютно нереальна. Нужно всех загнать в кредитное ипотечное рабство. Восьмое. Каждый гражданин должен верить, что от него ничего не зависит и гражданин ни на что не может влиять. Девятое. Каждый гражданин должен всегда испытывать страх. Причина страха не важна. Главное, чтобы страх парализовал действия гражданина. Десятое. Необходимо в масштабах всей страны убрать принцип справедливости в оплате труда. Вознаграждаться должен самый бесполезный труд. Одиннадцатое. Воры должны быть в почете и на свободе. Честные люди должны быть всегда бедными. Двенадцатое. Необходимо в масштабах всей страны уголовно преследовать и наказывать граждан за инициативы, идеи, предложения, касающиеся переустройства государственного управления. Тринадцатое. Необходимо внушить всем гражданам, что без взятки ни одна государственная услуга не оказывается. Четырнадцатое. Необходимо на подсознательном уровне ежедневно внушать гражданам, что они рабы, не имеют никаких прав и их задача только работать. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»